Если у тебя болит локоть во время подтягиваний, то с вероятностью 50% у тебя медиальный эпикантилит. Но перед тем, как двигаться дальше, стоит узнать наверняка, и для этого можно провести один простой тест. Возьми руку, которая у тебя болит, безымянный пальчик на ней, им ты будешь пытаться сгибать руку, а большим пальцем другой руки ты будешь пытаться его разогнуть. То есть создаешь такое сопротивление самому себе именно на безымянный палец. Если ты посмотришь, ну, у меня прям набухает вот эта часть. И если ты вдруг испытываешь здесь боль, то это значит, что у тебя действительно медиальный эпикантилит. И у меня есть две новости. Паха заключается в том, что, скорее всего, эта штука сама по себе не пройдет ни через неделю, ни через месяц, ни в моем случае даже через год. Покоя и отсутствие тренировок. Фактически я потерял просто год впустую, ожидая, что все само собой пройдет. Хорошая новость заключается в том, что, выполняя на регулярной основе простые упражнения, ты за пару-тройку месяцев сможешь привести свой локоть и свое предплечье в норму и полностью восстановиться до прежнего уровня. Эпикантилит возникает на фоне перетренированности, перегрузки мышц, которые отвечают за сгибание руки. Сгибание руки, сгибание кисти и всего остального. И, соответственно, упражнения, которые будут тебе помогать восстановить ситуацию, направлены на распрямление, растягивание. Есть два основных упражнения. Первое. Ты берешь за пальцы, второй рукой выпрямляешь и тянешь ее на себя. То есть твоя задача прямую руку тянуть на себя, а рука, которая у тебя болит, должна, наоборот, пытаться сгибаться. То есть ты таким образом против сопротивления пытаешься вытянуть мышцы, которые находятся в сжатом состоянии. Если ты все делаешь правильно, ты будешь чувствовать, как у тебя наступает такое облегчение, растягивание. Сложно сказать словами это ощущение, но ты поймешь, что ты делаешь все правильно, если ты делаешь все правильно. 30 секунд удержания этого положения. Можешь начинать с 10 секунд, потом добавлять по 5 секунд, пока не выйдешь на 30 секунд в одном подходе. После этого сразу делаешь второе упражнение. То же самое. Вот у тебя прямая рука. Больной рукой ты будешь пытаться распрямиться. Здоровой рукой ты будешь сопротивляться этому. И то же самое. Статическое удержание. Если ты делаешь все правильно, ты будешь чувствовать, как работают мышцы, которые должны растягиваться. Упражнение не сложное, но результативное. Точно так же твоя задача в течение 30 секунд выполнять это упражнение. Начинать можно с 10 секунд. Ну а после того, как ты выполнил один подход первого упражнения, один подход второго упражнения, тебе нужно еще промассажировать эту часть с помощью самого обычного теннисного мяча, который, я уверен, ты без проблем найдешь. Кладешь его на какую-нибудь поверхность твердую, кладешь на него руку и начинаешь продавливать. То есть твоя задача прокатать мячом все те мышцы, которые у тебя зажаты. Во время прокатки ты будешь чувствовать, что где-то у тебя мышцы более плотные и прям больно надавливать на них мячом. Это именно те места, которые тебе и надо прокатывать. А где-то наоборот ты будешь чувствовать, что мышцы расслаблены и прокатывать совсем не больно. Значит, там все в порядке. Естественно, в локтевую впадину тебе особо заезжать не нужно. И к локтю тоже двигаться не нужно. Твоя задача именно прокатать мышцы вблизи их крепления к сухожилиям, вблизи к локтю. Именно там, где у тебя больше всего болит. Выполнять их нужно будет каждый день до тех пор, пока ты не почувствуешь, что боль полностью ушла. Не нужно думать, что уже после пары таких тренировочных дней ты замечаешь какие-то изменения. Скорее всего, тебе потребуется месяц растягиваться и разминаться, перед тем, как ты почувствуешь, что при подтягиваниях боль становится гораздо меньше. И потребуется пара-тройка месяцев для того, чтобы она совсем ушла, и ты мог подтягиваться без какой-либо боли. Помимо этих двух упражнений, есть также отличные альтернативные упражнения и дополняющие упражнения. в нашем видео от Никиты NP Power, посвященное тренировке стойки на руках и растяжке для этой стойки. Обязательно посмотри их и тоже можешь включить свои тренировки, потому что, может быть, ты будешь их больше чувствовать, и они тебе больше понравятся, как, например, мне. В любом случае, очень надеюсь, что тебе это поможет. Обязательно напиши о результатах, что, в принципе, все, кого я знаю, им эта методика помогла. Она простая, но требует времени, поэтому еще раз не думай, что восстановиться можно будет очень легко, но восстановиться можно будет.